Друзья, еще раз всем привет! Я надеюсь, что вы нас очень хорошо видите и слышите. Если плохо слышите, будем сейчас это срочно исправлять с нашим гостем. К нашему эфиру присоединился Роман Поздеев, тренер по ораторскому искусству, радиоведучий, автор книги, преподаватель Президентской Академии, Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Еще много заслуг у вас, регалий, достижений. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте! Ух, такое бодрое у вас утро! Я должен тоже сказать «Здравствуйте!» Да-да-да, на нашу волну подсаживайтесь на виртуальном серфинге. Роман, ну, как коллеги хотим вас спросить, о чем была ваша радиопрограмма, когда вы в ней работали? Почему ушли? Из-за денег или нашли другое призвание? Я работал на радио еще в Выборге, когда жил, и там было две передачи. Одна была по заявкам, соответственно, тебе звонят и говорят «Поставьте песню». Шансон, пожалуйста, на мне. И передать привет. И вторая – это были гости, приходили к нам в гости в студию, и мы с ними общались. Вот теперь вы, грубо говоря, по ту сторону оказались, теперь мы у вас берем интервью. Но теперь вы мотивационный, мотивирующий оратор. Оратор. Кто ваши слушатели? У нас ведь не 144 миллиона блогеров в стране. Кому еще может быть интересна эта наука? Может ли эти люди даже об этом не подозревают, что им это нужно? Ну, честно, я себя как мотивационный оратор не позиционирую, но если люди мотивируются, это здорово, по моему мнению. Для кого это нужно? Есть основные целевые аудитории. Чаще всего я работаю с предпринимателями, поскольку сейчас личный бренд – это очень важная составляющая. И собственник компании, выступая на конференциях, на форумах, развивая свой бренд, он увеличивает лояльность к своему продукту или к своей услуге. Но, что я заметил, наверняка вы тоже, коллеги, это заметите, что большинство людей боятся говорить, боятся, в принципе, коммуницировать на публику. И когда я увидел, что друзья боятся произнести тост среди друзей, и говорят, ой, я немножко попозже, я чуть-чуть попозже, для меня стал очевидным ответ на вопрос, для кого нужны публичные выступления. Они нужны абсолютно для всех, но большинство людей говорят, ну, я не выступаю, мне в целом не очень нужно, но ты коммуницируешь каждый день на работе, и человек, который может преподнести себя, вероятнее всего, руководство с большей вероятностью его заметит. Ну и я глубоко убежден, что публичные выступления – это навык, которым должен обладать каждый. Ну а студенты те же самые защищают? Конечно, у студентов и у школьников, ну наверняка вы знаете, что школьники могут забыть все, что выучили, просто от волнения. То есть настолько волнение сильное, и помимо публичных выступлений я стал разбирать страхи, поскольку именно они являются основным блоком в коммуникации. У школьников, например, если это парни, я часто очень встречал страх перед экзаменами, что я завалю экзамены, я не поступлю в университет, я пойду в армию, а там будет дедовщина. И вот такая вот простая склеечка, у него экзамен и дедовщина. И начинается огромная-огромная тряска. У студентов что может быть? Я сейчас завалю экзамен, меня выкинут из универа, придется возвращаться. Армей! И дедовщина! Придется возвращаться в свой маленький город, а наверняка, если кто-то из провинции, ну я вот переезжал из небольшого города, из Выборга, если ты уехал, вот я переезжал в Питер, потом в Москву, если ты уехал и потом вернулся, на тебя так немножко просто смотрят, ну аааа, не получилось. Да, ничего не получилось. А мы же говорили. Скажите, Роман, а насколько это вообще можно переучить взрослого человека? Потому что студенты и школьники, понятно, быстро могут впитывать информацию. А если это взрослый, предположим, 40-летний мужчина, да, которому вдруг потребовалось выступать публично, насколько это действительно возможно его переучить и научить? Да, абсолютно возможно. Я, в моей практике, не было ни одного человека, который, выполняя простые рекомендации, но они крайне простые, не смог бы выступить. Для меня очень важно, чтобы человек, помимо того, чтобы закрывал цели выступления, он еще и получал удовольствие. Потому что без этого, ну не происходит вот этого, вот этой магии сцены, да, как-то. Ну, наверняка вы это знаете, когда эфиры, когда публичные выступления, после что-то у тебя в теле такое происходит невероятное, что хочется еще и еще выступать, выходить в прямой эфир, работать и так далее. Нет, есть только нежелание людей меняться. Такой момент. Я залез в Инстаграм. В начале и в конце обучения вы делаете так называемый замер голоса. Как это происходит? Специальный прибор какой-то стоит? Смотрите, вы сейчас залезли в Инстаграм, и вы увидели тот курс, которым я невероятно горжусь, и мы выпустили его вот только-только. Сегодня первый день, когда люди могут его пощупать, потрогать, использовать. Это курс по голосу. И все, что я делаю, для меня очень важен результат. Очень важен. Но если нет результата, то какой смысл моей деятельности? И да, мы берем замер, человек записывает свой голос на диктофон, проходит обучение, и после этого он еще раз записывает голос. И разница очевидна. То есть не буквально замер, а вот фиксация. Конечно, нет никаких критериев в голосе, потому что так, смотрите, у вас децибелы поднялись на номер 8. Теперь вы можете докричаться. У вас есть цикл публикаций «Молчание в монастыре», если я не ошибаюсь, о том, как проходил карантин. Если вкратце, как? К чему пришли? Что поняли? Что осознали? Слушайте, ну карантин – прекрасное время. Эти два месяца... Это единственный человек, который нам так ответит. Я действительно так считаю, я действительно так считаю. Потому что что происходит? Ну, наверное, ты уже избитый банально, но ты оказываешься наедине с собой. Мы очень часто убегаем, мы убегаем в работу, мы убегаем в отношения, в какую-то деятельность. И когда оказываемся наедине с собой, наедине со своими страхами, наедине со своими мыслями. Ну вот как есть. Часто это некомфортно, но я точно так же оказался. А когда только карантин начинался, я честно надеялся, что это продлится, может быть, недельку или две. У меня есть мой очень хороший знакомый, наставник, он монах в монастыре в Козельске. Это недалеко от Москвы. И я на страстную неделю, вот уже третий год, наверное, туда езжу, чтобы немножко перепрошиться, перезагрузиться, выключить телефон, отключиться от внешних факторов и побыть как раз-таки наедине с собой. Но обычно это занимает неделю, ну, максимум 10 дней, а здесь я вернулся в Москву, и снова я наедине с собой. И, конечно же, были очень сильные реализации, очень сильные. Я как экстраверт и человек, ну, моя профессия предполагает большое количество людей, я очень люблю людей. И, оказавшись наедине с собой, всплыл страх одиночества, что тебе нужно с кем-то коммуницировать. И, естественно, занимаясь, как я вам уже и говорил, темой страхов, да, я не могу не делать это сам с собой, не могу не прорабатывать эти страхи у себя. И, естественно, я пошел вглубь. Большое количество реализаций. Ну и, конечно же, вот квинтэссенция «Вишенка на тортике» — это как раз онлайн-курс, потому что все, что у меня было до этого, было в оффлайне, и я коммуницировал с людьми в оффлайне. А сейчас мне очень захотелось сделать это массово и максимально доступно. И вот он вылился в онлайн-курс по голосу, и у нас есть еще следующие точки, чтобы сделать курс по проведению прямых эфиров, курс по публичным выступлениям, курс по проработке страхов. Все эти наработки есть. Вот, единственное, сейчас все технические моменты, в которых я ничего не понимаю, делает мой прекрасный товарищ, партнер, предпринимательный. Вы говорите, что можете научить тому, чтобы аудитория не отвлекалась. Можете вот какой-то конкретный дать пример? Вот у нас программа идет какое-то время. Как нам вот в таком режиме сделать так, чтобы народ не отвлекался, чтобы вот сейчас мама, которая готовит в Новороссийске дома еду, чтобы она подошла к экрану и начала смотреть, представляете? Ну, в публичных выступлениях это проще. Когда идет онлайн-формат, это значительно сложнее. Мы все понимаем, что люди смотрят видео и параллельно как раз-таки готовят, может быть, общаются где-то и слушают фоном. Какие у нас есть точки коммуникации? Это ваш голос, которым вы как раз сейчас пользуетесь. Очень активно, очень импульсивно, да, повышение, понижение и работают с голосом. Естественно, нам привлекает больше внимания. Второй момент. А скажите, а есть ли какой-то, может быть, чат? Есть ли какая-то обратная связь? Могут ли они это? У нас есть Инстаграм, куда они могут писать. У нас есть номер телефона 8-988-312-1515. Куда нам можно писать? Соответственно, упоминайте Инстаграм и номер телефона. И еще один момент. Делайте что-то, ну, например, какой-то полезный контент, да, то есть это информация, которую не фоном нужно слушать, а внимательно слушать. Просто скажите об этом. Ну, скажите, друзья, сейчас будет важная информация. Мы убедительно вас просим, если у вас бегают дети, отправьте их в соседнюю комнату. Сядьте так, чтобы вам было прекрасно слышно, и сосредоточьтесь на экране. Прекрасно. Спасибо вам за эту полезнейшую информацию. Друзья, Роман Поздеев был вместе с нами, а вы оставайтесь вместе с Кубань-24. Очень много музыки у нас впереди. Спасибо большое, Роман. Спасибо, до свидания.